Всем привет! Я хочу поделиться с вами своим путешествием с острова Тенерифа на соседний остров Гранд Канария. До острова Гранд Канария можно добраться двумя способами. Первый способ на самолете и второй вариант на пароме. Я путешествую вторым вариантом на пароме компании Ферри Армас. Почему? Потому что на пароме вы можете взять с собой автомобиль. Стоимость на пароме в два направления туда и обратно на двоих плюс свой автомобиль мне обошлось 55 евро. Паромы Армас на Гранд Канарию выходят с порта столицы острова Тенерифа Санта-Круз. Можно выбирать любые рейсы, которые вам удобны. Я выбрала рейс на Гранд Канарию на 8.30 утра и назад на 18.30 вечера, чтобы больше времени находиться на острове. Мое пребывание на Гранд Канарии составит 5 ночей. Время пути с острова Тенерифа до Гранд Канарии на пароме Армас составляет 1 час 50 минут. Паром приплывает в столицу острова Гранд Канарии Лас Пальмас. Путешествие на пароме вызывает ощущение комфортно. Свободный выбор мест, работает кафе, при заказе чашечки чая или кофе компания Армас угощает вас вафельным батончиком. Видимо не все любят вставать рано, туда мы плыли почти на пустом пароме. Субтитры создавал DimaTorzok Я на Гранд Канарии. Буду делать здесь свои видеоролики и делиться ими с вами. Так как мы прибыли в столицу Лас Пальмас, то решили весь день остаться в ней и ознакомиться. Что мы посетили и куда сходили я расскажу в отдельном видеоролике про столицу Гранд Канарии. А сейчас я поделюсь с вами, какой курорт для проживания мы выбрали с моей дочкой. Мы остановили свой выбор на курорте Мас Паломас. Он находится в южной части острова Гранд Канарии в муниципалитете Сан-Бартоломе де Терихана. Мас Паломас считается крупнейшей туристической зоной Канарских островов. Самое популярное место, что посещают здесь, это Дюны Мас Паломас и пляж Плая де Инглес. Пляж Плая де Инглес считается одним из самых лучших пляжей Гранд Канарии. Вдоль пляжа есть две набережные. Одна нижняя, где находится ресторанный кафе, который работает днем и допоздна. И верхняя набережная променад Пассео Коста Канария. Со смотровыми площадками, откуда хорошо виден сам курорт и Дюны Мас Паломас. Дюны Мас Паломас Дюны Мас Паломас Сейчас я вам покажу, как внутри апартамент выглядит. Вот у нас тут спальня. Здесь вот есть шкаф, душевая комната. И теперь гостиная. Показываю апартаменты, которые мы арендовали на курорте Мас Паломас. Апартаменты у нас со своей кухней. Есть тостер, кофеварка, чайник, плита. В принципе, здесь достаточно посуды. У нас здесь хороший Wi-Fi. Есть терраса. Рядом с нами все комплексы тоже двух-трехэтажные. И если посмотреть на карте, то все эти комплексы находятся в кольце. Вид у нас на бассейн. Вон там бассейн. Бассейн работает с десяти. Вода без подогрева. Вон там один отдыхающий есть. То есть вот этот маленький комплекс, небольшой. Вот это вот его территория. Он трехэтажный. Я так думаю, здесь, наверное, номеров у них может быть шестьдесят. Апартаменты мы арендовали за 40 евро в сутки. Каждый день, кроме выходных, делают влажную уборку со сменой полотенец. Комплекс находится всего в 150 метрах от Дюн Мас Паломас. С парковкой также не было проблем. Апартаменты нам очень понравились. Если кому интересно, оставлю ссылку в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok